Самый обаятельный и действительно привлекательный в Воложском прошел первый в истории города конкурс «Мистер Воложский-2011». Участие в нем приняли 8 представителей сильного пола, которые блестяще продемонстрировали, что нечто творческое им не чуждо. О необычном конкурсе и его победителе Екатерина Караваева. За кулисами мужчины старательно скрывали волнение, ведь сильному полу не пристало демонстрировать слабости. Однако каждый по-своему готовился к предстоящему испытанию. Здесь минуты выхода, мы в кое-какие моменты еще не готовы. Всю жизнь танцую народные танцы, вот сегодня преподнесем праздничную плясочку. Не в меньшем напряжении находились и зрители. Многие пришли поболеть за своих участников. Однако большинство, причем не только женщины, посетили мероприятие исключительно из любви к прекрасному. Хотелось бы увидеть лучшие, лучшие. Не просто, а чисто физические и по природе. То, что они лучшие, участники доказали с первых минут выхода на сцену. Их общая визитка потребовала от мистеров предельного мастерства и концентрации внимания. Мужчинам пришлось спускаться на тросах и исполнять сложные акробатические трюки, при этом сохраняя изящество и непринужденность движений. Им это блестяще удалось, ведь все восемь участников комфортно чувствуют себя на сцене. Певцы, музыканты, танцоры, шоумены – они не хуже женщин, способны быть яркими, творческими и с легкостью перевоплощаться на сцене. Это мужчины блестяще доказали на конкурсе «Мистер Волжский» – первым в истории города, да и, пожалуй, всего региона. Кинули клич среди творческих людей в первую очередь, потому что хочется, чтобы первый конкурс сразу выстрелил, чтобы было такое творческое наполнение. Но, в общем-то, ребята не обманули ожидания, потому что то, что происходило на репетициях, действительно это было здорово. Самым ярким конкурсным испытанием стало признание в любви. Участники проявили настоящий полет фантазии. Перевоплощались в вождей пролетариата, героев пушкинских времен и даже в Ромео из произведения Шекспира. А титул «Мистер Волжский» 2011 получил роман Гашута. Молодой человек – охранник по профессии, поет в коллективе «Улыбка». Роман покорил сердца зрительниц и жюри захватывающим номером, в котором переплелись изобразительное и танцевальное искусство. А в завершении роман признался в любви своей супруги. В целом представительницы прекрасного пола высоко оценили первый мужской конкурс. Очень понравилось, шоу было на уровне, то есть претенденты были достойные и чувствовал свой дух соревнования. Очень хорошее шоу, очень фееричное, такое яркое, красочное. Собственно, оно даже не проигрывает «Миссис Волжский». Екатерина Краваева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».